12 том. Тема молитвы. Вопрос 2614. Всегда ли пророчества говорятся осознанно или человек ляпнет что-то, как с просонок, а потом это сбудется и уже готовы в пророке произвести эту случайность? Отвечает Игнатики Ильич Лапкин. Бывает и так. Бог изрекает свою волю иногда совершенно не через такие сосуды, как нам представляется. Вполне может статься, что и Каиахов, первосвященник, распинатель Христа, не думал о себе, что он пророк, но сказал слова, которые занесены в Евангелие и исполнились буквально и исполняются сегодня и будут исполняться до кончины мира. Иоанна 11, 51-52. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад божих собрать воедино. Два года назад мне пришлось беседовать на своем дворе с директором прикюроводочного завода Пальталером Робертом Робертовичем. И я сказал ему о том, какой грех спаивать людей. Исайя, 5-22. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Ему, может быть, было не совсем приятно слышать это, при том он наш благодетель и даже дал мне голубей. Он оправдывался тем, что наполняет городскую казну. Я же ответил, что он наполняет ад пьяницами, и каждый день грех его увеличивается. С его талантами он же может себе найти работу, где воду пьют, а не водку глотают. И что же? Его, известного и в Москве, у которого в приемной до сотни грамот и призов вдруг перемещают и делают начальником водоканала. Телефон 6-1-98-57. Первое царство, 18-8. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. Фактически, сам Саул и предсказал о своем наследнике, кому быть царем после него. Путеводителем была звезда волхвам. Чудесно не касалась горизонта. В обратный путь вела одна хвала. Кого она сегодня глубже тронет? Но нет звезды, и вымерли волхвы, волшебство на арене и шаманство. Как лучики паломникам ловить, кто непременно поворотит к царству, к небесному, библейскому, а светить не гаснущий, что виден и слепому. Давно такое держу я на примете, превыспреннее слова иеговы. Есть и на дальний перевод сто лет, и златоуста чудо-толкование. Конечно, в Библии главней новый завет. И 3.16 от Иоанна. Любовь Христа, развернутое знамя над душами невестами Иисуса. Кто ищет ненарочное знание, определит по запаху и вкусу. Путь, указующая жертва на Голгофе, на древе распятый божественный мессия, хлеб жизни алчущим, кто подбирает крохи. Укушенный змеей уж навзничь, уже навзничь в бессилии, маяк ослепшим в окаянстве бури, в смятениях, в революциях заблудшим. Кто трезвый, не наркоманит и не курит, и не плотским способен ухом слушать, построчно, постранично, по стихам. Кто оттачивал свой разум огрубелый, кто в корень звит, не наспех по верхам, соединяет скротостью умело. В моем пристанище зашторенные окна. Здесь свет евангельский не гаснет никогда. Кто породился с ним, уже не одинокий. Кто породнился с ним, уже не одинокий. Ему Иисус Христос и посох, и звезда. 1 января 2005 года Игнатий Лапкин.